ОжИДАНИЕ ПРО-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Не обращайте внимания на мою прическу! Давайте представим, что ко мне пришла домой младшая сестра и сказала Ксюша, давай убрать мой жмашинскую! Я такая, ну давай, чё ж? Всем привет, кисы! Меня зовут Ксения Гара И сегодня мы с вами будем смотреть ОжИДАНИЕ ПРОТИВ РЕАЛЬНОСИ И самое безумное из интернета Но перед тем, как мы начнём, я хочу передать привет Моим самым активным подписчикам из инстаграм Вот они! Поаплодируем! Ребят, если вы тоже хотите попасть в мое новое видео, то прямо сейчас заходите в мой инстаграм, напишите мне там что-нибудь, и самые активные ребята попадут в мое новое видео. Ссылочку на свой инстаграм я оставляю в описании, и вот мой ник. Кис-кис-гора, мяу! Ну а мы с вами начинаем. Ожидание против реальности. Самое безумное из интернета. Даже безумней, чем моя прическа. Погнали! Ай-яй! Подождите, а что, это не так должно быть? Я слегка сегодня упортая, поэтому у меня мир перевернут, и я могу неправильно воспринимать его. Так, у нас тут Дед Мороз, значит... Угу, Дед Мороз, а внутри Заяц. А как-то по-другому должно быть? Что там должен внутри быть Дед Мороз? Да? По всем понятиям. Окей, очень странно. По логике психов, если вы найдете Зайца шоколадного на обертке, значит внутри будет Дед Мороз. Что это такое? Это называется ЭКОНОМИЯ. Очень странно, что это произошло за границей. Как я знаю, за границей очень хорошие товары. Сколько раз я не проверяла, и пыталась увлечить их в каком-то чем-то невкусном, и в каком-то косяке. Обычно я всегда получала тот продукт, который хочу. Но это, видимо, исключение справа, потому что, я так понимаю, тут должен быть изюмчик, и он есть. Но он один. На весь хлеб. Офигеть, какой обман! Вы только взгляните! Должна быть шоколадка. Красивая, внутри с множеством всяких наполнителей, изюмчиками, орешками, или еще там с чем-то, с каким-то ягодками. Я не знаю, что это. И так и есть. Но только в квадратике. А когда ты снимаешь шоколадку, там нифига нет. Там чисто вот в этом квадратике эти вкусняшки. Но вот как? Как можно людям такое продавать? Это же великий обман. Это же невозможно. Я не знаю. Это ужасно. Мне так жалко человека, который это все купит. Вроде бы все нормально. Но это что? Это динозавры в виде котов? Серьезно? Это может быть какая-то новая эволюция? Кот-динозавр? Я бы не отказала себе от таких котиков. Только если они не плотоядные, как прежде, пьют водичку, кормик едят и уркают. Если они не такого размера, как настоящие динозавры. О, какое страшное мороженое. Некоторые девушки в инстаграм и в реальной жизни. Да, такое бывает, к сожалению. У меня есть друзья-парни, которые мне частенько нравят вот такие байки. Что девушка в инстаграм может выглядеть так, а в жизни вот так. И еще я услышала на днях одну фразу, что инстаграм для того и создан, чтобы оманывать всех. Серьезно, мне один человек сказал, что инстаграм создан для того, чтобы фотошопить. Я, конечно, смеялась, но ладно. Май-дог. И на картинке кот. Это как такое можно было сделать? Прикольно. Тогда, соответственно, по нашей психованной логике, где будет написано My Cat, там будет собака. Да, ищите рамочку с собакой. О, как же его зовут? Тинки-винки. Как же его зовут? Я знаю этого птенчика, за ним всегда охотится такой кот, который обманывает бабушку, чтобы она ушла из дома. Бабушка уходит, он начинает на это ватинки-винки охотиться. И вот, мне кажется, на второй картинке кот его поймал все-таки. Потому что выражение лица бедного птенца именно об этом нам и говорит. Турки и брокколи. Турки, что это? Я не понимаю. Сэндвичи. Ой-ой-ой. А теперь я поняла. Это сэндвичи, которые должны были быть с начинкой. Но обратите внимание на то бесконечное, огромное, от души положенное количество начинки. Посмотрите, его там нет. Это просто батон. Это я не знаю, на кого рассчитано, но для настоящих вегетарианцев. Если уж вы решили не есть мясо, ни молоко, ни яйца, ничего, ничего, ни рыбу, жуйте хлеб. Для любителей полуфабрикатов. Те, кто любит разогреть вечерочком все пиццу в микроволновочке или в духовочке, вот, пожалуйста, вот такая картинка. Почему все так скудно? Как вообще люди вы можете продавать это? Насколько я знаю, все полуфабрикаты не очень-то дешевые. Пицца там может стоить там 300 рублей. Но знаешь, когда ты покупаешь пиццу в кафе за 300 рублей, в той же там любой пиццерии, кусок допустим, да, там нормальные начинки. Но почему покупая вот такую мелочь, маленькую, кругленькую пиццечку, в магазине ты получаешь вот такой отстой? Это же неравноценно и несправедливо. Ожидание, реальность, прищурился на солнце. Щуриться, как Брэд Питт может только Брэд Питт. И все. Остальные люди выглядят вот так. Поэтому, когда я фотографируюсь на солнце, я хочу, чтобы мои волосы блестели, чтобы передавали все оттенки волос, какие есть в моих волосах, они не просто коричневые. Чтобы передавал оттенок моих кори зеленых глаз с золотыми пурпуринками. Я хочу, чтобы это все было видно на фотографии. Но этого не видно. Потому что, как бы я ни старалась, получается вот то, что справа. Серьезно? Я даже пытаюсь сделать вот так. Получается вот такое лицо. Ужасное. Как ты представляешь фотосет под дождем? Ожидание реальное. Просто это зависит от того, кто как подготовится. Смотрим наверх. Это постановочная фотография. Девушка идет с зонтом. Ее фотографирует профессиональная камера и профессиональный фотограф. А тут девчуля говорит такая, «Мам, сфоткай меня!» Вот какая классная лужа. Заходит в лужу и фоткается. Эта фотография реальность, потому что она реальная. А верхняя фотография нереальность, потому что она постановочная, по сути-то. Почему нет? Мне нравятся обе. Даже вторая больше, потому что она настоящая. Это Соник. Супер быстрый и прекрасный. Но Соник справа слегка упрт. Так же, как моя прическа. Так же, как и я сегодня. Слегка странноват. Посмотрите на его глазки, на его странный носик. На Соника он похож только по очертаниям. И все. Три евро стоит этот Соник! И ты его покупаешь за три евро? Блин, там получается вот что. Ужасно. Может он растаял? А потом снова замерз. Бывает же такое-то мороженое, оно такое коварное. Пакование вещей. Уезжаю, возвращаюсь. Ну вот это вот про меня! Серьезно! Я взяла с собой в последнее путешествие маленький чемоданчик. Потому что я, как всегда, перед отъездом говорю себе, да ничего я не буду себе покупать. У меня же все есть. Уже битком просто некуда складывать. Уже забиты шкафы все, даже кухонные шмотками, я вам серьезно говорю. Это ужасно. Все это вываливается. Меня бесит. Я собираюсь, кстати, это на благотворительность все отдать. Я не люблю это афишировать, но я это сделаю. Потому что достала. И я еду. И думаю, нафиг я буду что-то себе еще там покупать, если у меня и так всего много. С таким вот условием внутренним я еду. И каждый раз, каждый раз я натыкаюсь на что-то такое, что я не могу купить. Это может быть, например, если я еду в Турцию, какая-нибудь красивая лампа или подсвечник, ловец снов или еще что-то такое. И еще, конечно же, я хочу взять кому-нибудь в подарок. Это какой-нибудь подруге или другу, неважно, родителям. Естественно, я беру в тройном экземпляре это все. Одежда это вообще отдельная фигня. А всякие штуки для волос, типа масла там, крем 500 миллилитров и так далее. И так места нет. Я поехала с полным, потому что мне нравится каждый день ходить в новой одежде за границей. На отдыхе. Но не помещается потом ничего. Я возвращаюсь вот с таким чемоданом всегда. И приходится за него доплачивать. Парень с девушкой катаются на катке. Ожидание. Реальность. Ай, как больно. Как же больно он ее уронил. Вот только представьте, какой лед шершавый. Он же как стекло острый. Он же как сталь твердый. И ты вот так вот вот своим женским телом, грудью, лицом грохаешься с высоты мужика. Фигурное катание это жестко. Вообще любой спорт это жестко. Это предполагает травмы. Всегда. Пока не научишься, ты 15 раз свалишься, 15 раз грохнешься. Поэтому спортсмены очень сильные люди. Ожидание. Реальность. Я так понимаю, если ты хочешь приготовить еду на огне, я бы со своей удачливостью даже пробовать это не стала. Ну не стала бы это пробовать, потому что я бы спалила квартиру сразу же. Свои волосы, брови и всех, кто находился рядом. И соседи снизу, сверху, справа и слева. Я даже не пытаюсь. Я даже готовить не пытаюсь дома. Не говоря уже о том, чтобы готовить на огне. Решил фоткануться на свадьбе. Ожидание. Реальность. Поэтому я всегда советую всем своим подружкам, которые выходят замуж, устраивать фотосет до того, как все буханули. Серьезно. Не надо. Катание по городу, шмотание по трезвяночке. А потом вечером уже можно расслабиться. Фотосессия с утра на трезвяк. Как моя мама нарезает хлеб? Как его нарезаю я? И не говори, что не так. Может быть и так. А еще я так нарезаю сыр, а еще я так нарезаю арбуз и вообще все, что я нарезаю, нарезается так, как справа. Ну и что? Как есть, так есть. Что поделаешь? Но, кстати, с опытом приходит ровная нарезка и с острыми ножами. Походил вместе с тренажерку ожидания реальность. Это точно, когда ты месяц пашешь, фоткаешься в зеркало в тренажерке, ты сразу хочешь, чтобы был результат. Чтобы тебе там прессуха была, битсуха, попка-ягодка. Ну, блин, нифига подобного не выйдет. А все же мы хотим как? Быстрых результатов. Сразу хотим здесь, сейчас я же пошел. Я же уже сделал многое, что еще надо, черт подери, где этот гребаный пресс? Но в жизни все вот так. Самое крутое достигается долго и надо это понимать. Вот такие у нас сегодня были фоточки из рубрики ожидания и реальность. Они были клевые. Пойду поищу Деда Мороза и Зайца одновременно и всякие там рамочки пойду поищу, а почему бы нет? И может даже еще и пойду в зал фотографироваться и под дождем. Обязательно посмотрите вот эти два видео. Я уверена, они вам понравятся, потому что они классные. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Мы с вами совсем скоро увидимся. Я вас очень люблю. Целую. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова